В деревне Ненорово, в здании бывшей школы, открылся спортивно-досуговый центр. В новом зрительном зале – добрые лица, глаза и улыбки. Поздравить жителей приехали почетные гости – представители администрации района и сельского поселения. Я всех присутствующих поздравляю с тем, что мы открываем сегодня Неноровский спортивно-досуговый центр. Администрация администрации администрации сельского поселения новому спортивно-досуговому центру дарит вот такой современный телевизор. А еще сертификат на 10 тысяч рублей. В прошлом году школа в Ненорово закрылась из-за недостаточного числа учеников. Чтобы большое здание не пустовало, по инициативе главы района совместно с жителями деревни было принято решение объединить в нем спорт и культуру. Теперь спортивный зал, библиотека и сельский клуб в одном месте. Это не просто досуговый центр и спортивный, это еще центр образования, потому что мы сюда перевели библиотеку. И трем специалистам высокого класса будет работать здесь здорово, замечательно. Я думаю, что эти стены привлекут большое количество сюда посетителей. Прежде клуб располагался в старом деревянном здании. На новом месте в его распоряжении несколько бывших школьных кабинетов, в одном из которых обустроили зрительный зал. На средства гранта, полученного районом за победу в областном соревновании рейтинг 76, в помещении сделали полный ремонт, заменили систему отопления, установили сцену, приобрели новые стулья. Я в этой школе отработала 35 лет, то есть с самого начала, и очень рада, что здание не пропало, что оно продолжает жить. Нашему учреждению были выделены 4 помещения. Одно из помещений, где ранее располагалась мастерская в школе, в этом помещении был переоборудован зрительный зал. На ремонт этого зала был выделен 1 миллион рублей. Еще 3 помещения, которые оборудованы под кружковую деятельность, в них тоже выполнен косметический ремонт. На перевод здания на пилетное отопление также был выделен 1 миллион рублей. Был закуплен пилетный котел и произведена установка пилетного котла. В клубе действуют 9 клубных формирований, созданных с учетом интересов детей, молодежи и людей старшего возраста. Особой популярностью пользуются вечера отдыха по случаю календарных праздников и, конечно, дискотеки, на которые любит приезжать городская молодежь. Есть внуки, дети, которым это все нужно. Здесь развлечений не так много, но клуб, конечно, спасает нас. От школы остался отличный действующий спортивный зал. Его тоже любят местные жители. Занятия проводит бывший учитель физкультуры Неноровской школы Любовь Федорова. Мы занимаемся волейболом молодежь. Последнее время стало привлекать старшее поколение женщин. Мы начали заниматься с прошлого года степеробикой. Да, занимаемся успешно. Вот две группы было в прошлом году. Даже девочки ездили к нам с Улейм и Суглича. Сначала, конечно, было решение закрыть полностью здесь все. Но потом все-таки мы как-то постарались это решить. Да, отстояли. Да, и сейчас, конечно, очень рады. Вот ждем сейчас открытия спортзала. Мы все время как бы с своей компанией ходим в спортзал. Очень Любовь Федоровна замечательно все это ведет. Ходьба спортивная. Потом у нас идет степ. То есть занимаемся этим. Открытие спортивно-досугового центра продолжилось праздничным концертом, посвященным Дню пожилого человека. Выступили ансамбль «Селяночка», юные танцоры ансамбля «Конфетти», Дворца культуры и дуэт «Надежда». Гостям праздника пожелали счастливых долгих лет, полных любви детей и внуков. Очень красивый зал, современный. И я вот давно не была. Конечно, мне очень понравилось. Я прям вот с удовольствием смотрела и концерт этот, и сегодня праздник такой замечательный. Ну что поделаешь, года идут, но жить надо. И радоваться жизни, воспитывать детей, воспитывать внуков, правнуков. У меня уже и правнуки. А дорожка то бежит, бежит по маю, то свернет дожди и холода, то в пути я счастье догоняю, то опять теряю навсегда. Бегут тогда, как ворота, только я влагодар на годах. За спинный боль, за плитный соль, за дорожку с тобой попала. Спасибо.